Назначено Пономареву Льву Александровичу срок административного ареста снизить до 16 суток. Исчислять срок назначенного Пономареву Льву Александровичу административного ареста с 10 часов 00 минут 5 декабря. 16 суток административного ареста вместо 25 назначил Московский городской суд 77-летнему правозащитнику Льву Пономареву, рассмотрев апелляционную жалобу по его делу. По версии обвинения глава движения за права человека опубликовал в фейсбуке анонс акции в поддержку арестованных по делу нового величия и делу сети, которая состоялась 28 октября и тем самым организовал несанкционированную акцию. Защита Льва Пономарева возмущена этим решением и обещает обжаловать и дальше его арест. Грязная спекуляция спецслужб, которая покрыла нашу судебную систему опять. Это очень печально. Но мало того, что в европейском суде, конечно, мы опять будем иметь бредный вид. Я полагаю, что защита должна обжаловать это в вышестоящих инстанциях, потому что нарушения закона судом первой инстанции, они настолько очевидны, когда применяется норма, которой нет в Кодексе административных правонарушений. И для того, чтобы обосновать вину Пономарева, идет практически грубое искажение, фальсификация материала в делу. И ясно, что Льва Александровича Пономарева просто не хотят видеть на одном мероприятии. И когда суд, столичный суд, оказывается под пятой спецслужб, ну какая репутация нашего правосудия может быть в мире? Спасибо. Он писает формуляр жалобы в Европейский суд, оспаривать это решение, добиваться того, чтобы, ну хотя бы благодаря Европейскому суду, все-таки было прекращено дело в отношении Льва Александровича, потому что считаем его абсолютно незаконным. И то, что сегодня произошло снижение срока нахождения его в административном спецприемнике с 25 суток до 16 суток, я, конечно, не считаю, что это какое бы то ни было, если так скажем, милосердие суда, да, на 9 дней скостил срок. Так, конечно же, никакое не милосердие, это вот сейчас мне тоже стало уже абсолютно очевидно, что это политический заказ. Арест Льва Пономарева два дня назад вызвал волну возмущения в правозащитном сообществе. Члены Московской хельсинской группы и организации Amnesty International потребовали отменить абсурдное решение Тверского суда. С просьбой освободить правозащитников в Мосгорсуд обратилась и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Москве прошли одиночные пикеты, а на апелляционное заседание пришло около сотни человек. Коллеги, да и сам глава движения за права человека считают, что этот арест имеет политическую подоплеку и связан с деятельностью Льва Пономарева по делу нового величия и делу сети. Именно в этом году появилось дело нового величия, почти, скажем так, в этом году дело сети, которым в этом же году начал заниматься Лев Александрович Пономарев. Это все дела связаны с ФСБ. И, безусловно, то, что он активно за них вступился, он смог сделать так, что, в принципе, уже есть договоренность с Татьяной Николаевной Москальковой, как только будет объявлена кассационная жалоба, будет принята Верховным судом, то, скорее всего, она их будет представлять в суде. То есть, это такая, я считаю, достаточно серьезная победа Льва Александровича. Думаю, что относительно того, что он занимается новым величием и сетью, это сыграло решающую роль, потому что это, в общем-то, мисс ФСБ. ФСБ с этим смириться не хотело. Сейчас Лев Пономарев находится в спецприемнике. На свободу он должен выйти 21 декабря.